Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python, ну и вообще разное. С вами, да, это все мы снимаем в офисе компании Skyeng. Спасибо им большое. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python, конференции MoscowPython.com, ссылочки в описании. С вами сегодня Григорий Петров, евангелист Moscow Python, DWL компании Euron, Злата Буковская, евангелист Moscow Python, TeamLit, компании NVIDIA. Меня зовут Валентин Добровский, со основанием Moscow Python, компании DryLabs. И сегодня у нас в гостях Ася Францова, разработчик в Яндекс.Диске и, ну так можно сказать, практически ветеран, куратор курсов Learn Python, как мы посчитали уже где-то порядка полутора лет. И сегодня мы хотим затронуть тему алгоритмов, потому что мы хотим понять, зачем оно вообще надо. Вот ты в куларах делилась историей, что студенты, в том числе, например, обучившиеся на наших курсах, приходят к тебе и жалуются, что на собеседованиях, например, в каких-то компаниях их спрашивают про алгоритмы. И тут возникает вопрос, да, насколько эти знания, и кому, и когда, и где они необходимы, и вообще. И вообще, ну, необходимо, на мой взгляд, многим программистам, понятное дело, далеко не всем, но обычно, когда студенты заканчивают какие-то курсы по программированию, им хочется пойти в хорошую компанию, не просто зарабатывать много денег, но еще учиться у классных людей, зачастую делать что-то полезное, а полезное обычно еще и работает быстро. Вот как только у нас встает вопрос, чтобы работало быстро и желательно правильно, у нас появляются какие-то алгоритмы. Поэтому считаю, что почти всем спрашивают их, чаще всего у собеседователей, скажем так, в крупные компании мелкие себе могут позволить работать по неэффективным алгоритмам. Желательно, главное, чтобы правильно работали, то есть тестиками обложили и живет. Собственно, примерно такой point. Валентин, у меня к тебе вопрос. Мы набрасывать будем средненько, или можно просто вот брать СССР и подключать? Гриша, это как минимум нечестно. Нас трое, а Ася одна. А вы все будете за алгоритм, а я один против. Не получится, Злата уже первая изъявила желание сказать против. Я буду немножко защищать, потому что я тоже когда-то работала в Яндексе, и мне этот взгляд на вещи знаком, когда мы все обложим алгоритмами. Но потом как бы вселенная перестала быть черной и белой, и стало немножко сложнее. И это прикольно, об этом можно поговорить. У меня первый вопрос по твоему опыту. Студенты, которые заканчивают курс, типа, Learn Python, насколько им вообще тяжело, ну, как правило, это люди без фундаментального образования математического, насколько им тяжело изучить алгоритмы? Алгоритмы изучить не очень тяжело, проблема здесь скорее в силе воли, потому что как только у тебя в руках появляется клавиатура, ты такой, ща я начну делать. Вот такой, берешь, садишься, открываешь, начинаешь сразу херачить код. И это получается не очень хорошо, ну, как бы у тебя просто нет времени подумать. Я своих студентов всегда оттормаживаю, говорю, а теперь мы закрываем ноутбук, берем листочек, и ты мне описываешь вообще, как бы ты решал эту проблему словами сначала. Написал, рассказал, пусть это не оптимальный способ, но хоть какой-то. И вот после этого уже открываешь ноутбук и начинаешь писать код. Проблема сейчас как раз именно в том, что этой стадии у большинства людей нету, поэтому им как бы не хочется сначала подумать, а потом писать. Как только эта возможность появляется, уже все становится довольно радужно, и полгода для того, чтобы узнать базовые алгоритмы, хватает практически всем. Ну вот, сила воли — это огромная проблема. Злата, давай по очереди, давай по очереди, я тоже хочу. Мы с мозговыми слизнями перебрали примерно две сотни вариантов развития диалога. В одном из них мне участники попытались засунуть вот это. Какова была техническая слизня. И с костюмом. А в одном я победил. Слизня закончилась быстро. Поэтому, Ася, у меня к тебе такой вопрос. Ты сказала много правильных и справедливых слов про эффективность кода, про скорость работы кода. Скажи, пожалуйста, а про какой именно код мы сейчас говорим? И я позволю себе немного поэвалуэтить этот вопрос, потому что программирование, оно очень разное. Есть программирование веб-сайтов, которое бывает бэкэндом, фронтэндом, верстка. Есть программирование игр, программирование микроконтролеров, программирование под мобильные устройства, бизнес-автоматизация, софт для ракет, научный софт, биомед. Есть множество разных направлений. И вот, когда мы с тобой говорим про алгоритмы, ты имеешь в виду софт вообще в максимально широком понимании этого слова? Или мы говорим про какой-то вполне конкретный код, например, ядро поисковой системы Яндекса, написанное на сишечке? Слушай, у меня здесь скорее подход достаточно широкий, но опять-таки, вот у нас появились входные данные, и мы начинаем оптимизировать, потому что если у нас бесконечное количество времени, ресурсов по железу, да не вопрос вообще. Все что угодно можно писать неоптимально. Если твои пользователи готовы терпеть какие-то задержки, например, когда мы говорим про веб или про мобилки, не проблема. Мы пишем мобильное приложение, у нас нет входных данных, у нас есть миллион кнопочек, нам не надо ничего обрабатывать, нам нужно просто показывать. Экраны анимации, экраны анимации, кнопочка, слайдерочек, кнопочка, экраны анимации, но это мелочи. Злата, передаю тебе набрасывательное устройство. Да у меня, честно говоря, мысли разбегаются, потому что там можно много чего набросить, много чего как бы... Давай про скорость, железо дешево, прекратись. Ну, смотри, короче, когда я работала в Яндексе, действительно много довольно было задач, где нужны были алгоритмы. Вот, будем по чесноку. Но когда я начала заниматься больше хайлоудом каким-то, в Яндексе у меня не было возможности заниматься хайлоудом, хотя уж, конечно, где как не в Яндексе. То есть это обычный хайлоудный веб, вот это так вот назовем. Там было крайне мало задач, где реально нужны были алгоритмы. То есть была одна конкретная ситуация, когда мне пришлось там, ну, инженер сделал какой-то прототип продакшен, он работал плохо, медленно. То есть реально как бы от этого зависела скорость, с которой пользователь получал там свою выдачу. И вот этот кусок пришлось переписать, и как бы помогло знание алгоритмов. Но это было один раз за там 4 года работы в этой компании. И таких компаний много на рынке. Слушай, мне кажется, что это такая фоновая штука, которая тебе позволяет лучше понимать окружающий тебя мир. Ну вот у тебя есть база данных, и если ты считаешь, что получить любые данные ты можешь быстро, ты выпадаешь в существенно проблематичные, скажем так, ситуации. С одной стороны, ты можешь сказать, ну, у нас построен индекс. Но пока ты не понимаешь, что такое индекс, тебе сложно понять, а в каком случае он может замедлить, например, работу с твоими данными. Поэтому в явном виде, правда, многие никогда не встречают алгоритмы. Там в лучшем случае, не знаю, бинарный поиск в помощь, а обычно даже этого нет. Но как-то вот оно в фоне все равно проявляется. И вот у меня к тебе такой вопрос. Смотри, вот этот программист, который знает алгоритмы, структуры данных, я не побоюсь этого слова, он даже знает, что такое составной индекс в Postgres. Вот, он сел писать, он написал код, ну, правда, современная разработка использует ORM, поэтому непосредственно до индекса у него доступа нет, но он использует ORM, он написал много кода, сделал много предварительных оптимизаций, он это запустил и видит, что этот код тормозит. И он идет делать алгоритмы, оптимизировать код, потому что он же профессиональный программист, он же знает алгоритмы и структуры данных. А теперь смотри, знаешь, что сделает программист, который не знает алгоритмы и структуры данных, и код которого тормозит? Он пойдет к менеджеру и скажет, дайте больше железа. Нет, нет, это если он некомпетентный программист. Компетентный программист, который не знает алгоритмы и структуры данных, потому что они нафиг не нужны ему, и код которого тормозит, он запускает профилировщик. Он запускает профилировщик и видит, что его код тормозит не потому, что у него в базе кэш, ой, этот самый индекс, шанс на то, что там в базе неправильно простроен индекс, он очень-очень низенький, потому что это все за нас ORM делает, а потому что у него в ORM отключено кэширование булевым флагом, он включает в ORM кэширование, он все становится работать максимально быстро, задача решена за две минуты, время на предварительную оптимизацию потратено ноль, программист без знания алгоритмов, структурных данных бежит дальше приносить пользу бизнесу. Программист со знанием алгоритмов, структурных данных продолжает оптимизировать. Есть что-то, нас демонизирует вообще. Смотри, в прогрессе там есть два типа, ну, таких часто использованных индексов, это хэш и битри. И, в общем, как-то раз мы насильно использовали битри индекс, потому что, ну, вот под тип данных очень хорошо подходило, прямо так подумать, ну, быстрее же будет, мы же знаем, как все это работает. Вот потом оказалось, что конкретно у этого типа индекса проблема с репликацией. И когда мы, короче, у нас индексы просто на разных инстансах не синхронизировались, в итоге там были дубликаты данных. И вот это как раз, ну, то есть, компетентный программист, он прежде всего знает, как там работает репликация в инструменте, который он работает. Он пишет максимально простой код, а в случае проблем запускает профилировщик. True story. Слушай, ну, профилирование и алгоритмы, они друг другу вообще никак не противоречат. Хороший программист сделает и то, и другое, если поймет, что, ну... Нет, хороший программист не будет использовать какие-то алгоритмы сложнее вот использования контейнеров до запуска профилировщика, потому что если оно не тормозит, то зачем оптимизировать? Оптимизируешь что-то, наворачивая, ты усложняешь код. Железо дешевое, программисты дорогие. Код читается гораздо больше, чем пишется, и каждая строчка алгоритма, который ты добавила в свой код вместо того, чтобы использовать написанную кому-то библиотеку, это чудовищная ноша когнитивной сложности, которые потом через 2-3 года придут другие разработчики, чтобы этот код поддерживать, и не смогут. Потому что, в отличие от бизнес-логики, взять элементы списка, посмотреть, что он больше 10, если да, то переложить в другой список, какая-нибудь балансировка бинарного дерева, которое по совместительству еще должно быть и сортированной по нужному тебе критерию, это не то, чтобы самая простая в коде задача. Такой код будет тяжело читать, тяжело поддерживать, тяжело модифицировать. Знаете, я в своей жизни видел очень много кода, который из-за того, что там были алгоритмы, он был совершенно неподдерживаем, особенно это к сишечке относится. То есть лезешь в какую-нибудь сишечку, и вот человек там выжимал плюс 5% производительности, ты смотришь на эти 50 строчек кода, которые можно заменить одним STD хэшмап, но нет, там был зафигачен алгоритм, потому что ведь он на 5% быстрее. Пиноклом всего этого 17 или 18 лет назад был один мой коллега, который великолепно знал архитектуру процессоров, он был ассемблерщиком, и особенно хорошо ему давались конвейеры в пентиумах, которые тогда как раз только появились. Он мог на пальцах эти конвейеры считать и писать код, который по этим конвейерам раскладывался максимально оптимальным способом. Он тогда писал немножко криптографии, и вот он две недели, я помню, прям писал алгоритм, вот все он написал, этот алгоритм был максимально оптимизирован под топовые в те времена процессоры. Это было много-много такого хэндкрафтит ассемблера. Потом он для проверки написал тоже в 10 строчек на C, и 10 строчек на C оказались всего на 5% медленнее. Ну, так получилось, оптимизирующий компилятор. С тех пор он перестал вручную оптимизировать код и стал больше доверять и делегировать тем, кто сделал инструменты, языки программирования и фреймворки. Что я вам рекомендую? Кажется, мы ушли от первоначального пункта. Да-да, извините. Который был в том, что алгоритмы структурируют мышление. Ну да, ты смешал в кучу, получается. У тебя оказалось, что… Я говорю, что алгоритмы надо писать. Нет, алгоритмы надо понимать. То есть здесь хороший, абсолютно замечательный пример про то, что у нас есть STL, например, если мы пишем на плюсах, который из-за нас очень многое знает. Но если ты не в курсе, что вообще хэшмэпы бывают, тяжело тебе будет. А главное, ты в своем рассказе начал с того, что вот обычный программист, он там берет, прибавляет двоечку, умножает на троечку, делит на пятерочку. А это тоже алгоритм? Нет, это тоже алгоритм, который тебе важно продумать, понять, что ты будешь делать. И он тоже развивается в тот момент времени, когда ты изучаешь, не знаю, дурацкие обходы дерева или дейкстру какую-нибудь бесполезную. Злата, ты набросишь или мне надеть шляпу нейрофизиологу проговорить про мышление. Пожалуйста, шляпу нейрофизиолога. У меня в голове крутятся случаи в 2006 году, когда чувак пришел на собеседование в Яндекс, его попросили написать ради экс-сор. Он не написал, и потом на весь интернет рассказывал, что как жестоко с ним обошлись. Ну, в общем, у каждой компании свои потребности. И я думаю, что тогда это было, тем более в 2006 году, это было, когда нужен был поиск писать. Это было очень оправданно. Ладно, шутки в сторону. Мне, на самом деле, очень нравится вот так вот эпатировать про то, что алгоритмы и структуры данных не нужны, что программистам надо использовать готовые блоки, фокусироваться на каких-то бизнес-решениях, а в случае любых проблем запускать профилировщик. Но я, конечно, это утрирую с целью, чтобы у нас все было вот такое веселое и интересное. На самом деле вопрос о том, какое мышление должно быть у программиста, чтобы он писал хороший код, это открытый вопрос. Я не знаю на него ответа. И человек, который очень интересуется нейрофизиологией, нейрофизиология тоже не знает на него ответа. Мы не знаем, что отделяет хорошего писателя книг от плохого писателя книг. То есть они чем-то отличаются. Но мы не можем сказать, что человек, которому хорошо дается математика, он через 20 лет будет хорошо писать художественные романы. Или там человек, который берет в руки скрипку, берет в другую руку смычок, в третью руку чего-нибудь еще, и у него сразу получается пиликать, он через 15 лет сможет писать художественные произведения, которые другим людям приятно читать. Мы не знаем. И вот я хотел бы с тобой пообщаться уже более серьезно, что делает хороших программистов хорошими. И как с этим коррелируют алгоритмы. Смотри, у меня, как и у тебя, есть некая наблюдаемая корреляция, что люди, которые знают, понимают алгоритмы, они пишут код лучше, чем люди, которые алгоритмов не знают и не понимают. Вполне, ну, как ученый, пусть и не настоящий, correlation is not causation. И то, что количество фильмов, которым снялся какой-то актер, 100% коррелирует с количеством пиратов, вот, это не говорит о том, что первое вызывается вторым. Вполне возможно, есть что-то, образование, семья, социум, топология мозга, наконец, который влияет и на сродство с алгоритмами, и на возможность писать код. А что мне интересно, вот ты сказала, что алгоритмы хорошо бы знать, и тогда код, который разработчики пишут, он получается хороший. Но как же тогда это коррелирует с практикой собеседований, где не спрашивают же, что такое хешмап, а предлагают его родимого реализовать. И вот понимаешь, знать алгоритмы, ну, это на самом деле их не так много, это за день. Вот, ты изучил, посмотрел, за день, ну, окей, за пару недель ты можешь реально хорошо выучить признаки основных алгоритмов, сложность, О от Н, вот это вот все. Для того, чтобы научиться хорошо алгоритмы реализовывать, особенно на доске, нужны месяцы, вполне возможно много месяцев, потому что, да тот же самый квик-сорт, он, вот чтобы реализовать его и не ошибиться, это надо тренироваться, надо просто садиться и тренироваться. То есть понимать хорошо, как он работает. Нет, мало понимать хорошо, как он работает, нужно именно тренироваться, потому что use it or lose it. Мы держим в своей памяти только то, что мы постоянно используем. Если ты это понимание постоянно не используешь, то ты через два года, как бы хорошо ты это не понимала, забудешь детали реализации, не сможешь их быстро восстановить. Тут я с тобой поспорила, это зависит от того, насколько фундаментально тебе было развал. 30 секунд. О, поверь, теряются они такие вещи. И многие крупные компании, вроде Гугла, они мне за чашкой напитков рассказывают, что, Гриш, тут дело такое, у нас фильтра на самом деле не на алгоритмы, а фильтра на то, что человек инвестировал кучу времени, чтобы у нас работать, что он реально хочет, что они подшлили. Человек просто приносит в жертву. Он приходит к алтарю, берет большой ритуальный нож и приносит в жертву 3 месяца просто вот зубрежки, чтобы подготовиться к собеседованию в Гугл, тем самым он показывает свою мотивацию и дистанцирует себя от огромного количества людей, которые просто как-то вот бегают, они не то чтобы очень хотят в Гугл, мимо крокодил. Давай вернемся к собеседованиям. Насколько я знаю, собеседование Яндекса, вы не спрашиваете общее по алгоритму, вы хотите именно реализации алгоритмов на бумажке, что есть зубрежка. Как это коррелирует с тем, что люди, которые понимают алгоритмы, алгоритмы, конечно, не используют, но пишут лучший код. Вы не это проверяете на собеседованиях, вы зубрежку проверяете. Смотри, я поспорила бы с термином зубрежка, но ладно. Ну, давай, Асина. Собственно, здесь я, во-первых, не могу говорить, понятное дело, за Яндекс я пока не провожу собеседование, но вспоминая вот собеседование, которое я сама проходила с Яндексом, с Гуглом, со всякими фейсбучиками, они спрашивают далеко не реализацию алгоритма. Они тебе дают абстрактную задачку. Вот ты стоишь в лесу, у тебя координатами заданы деревья, в какую сторону тебе повернуться, чтобы увидеть максимум деревьев. И здесь вопрос не в том, чтобы взять и в чистую реализовать этот алгоритм. Вопрос в том, чтобы его заметить. Понять, что если у нас есть координаты, это какая-нибудь там геометрия, и вот мы отсортируем что-нибудь такого рода. То есть, а дальше ты начинаешь рассказывать, как ты к этому пришел. На самом деле, я когда общаюсь со студентами про алгоритмы, я не оцениваю то, насколько они аккуратно прям с первого раза все это написали. Я оцениваю то, как они думали. То есть, я хочу, чтобы мне говорили, а вот сейчас мы делаем вот это вот, потому что мы понимаем, например, что бинарный поиск даст нам логарифмическую сложность. А дальше я говорю, ну, давай попробуем как-нибудь это написать, а потом докидаем это тестами для того, чтобы найти, где мы ошиблись в каких-нибудь границах волшебных. И я, наверное, давно не сталкивалась на собеседованиях с вопросами про какие-то сверхсложные алгоритмы и там требованием написать, не знаю, ах, карасик. Накидайте в комментариях, пожалуйста, когда вы последний раз с этим сталкивались. Я буду очень вам признать. Ах, а карасик — это правда сложный алгоритм, но не знаю, хотя бы там мерч-сорт какой-нибудь реализовать. Ну да, я не понимаю, как можно забыть мерч-сорт. Вот здесь мой смысл на бизнес, я не понимаю, как можно забыть идею, как можно забыть мерч-сорт. Гриш, дело в том, что когда тебя обучают алгоритмам фундаментально, тебя заставляют решать задачи. И ты, черт побери, тебя там в 2 часа ночи разбуди, ты сядешь и допишешь этот мерч-сорт. Даже без подглядывания в псевдокод. Мы будем позориться на камеру и проверятели? Нет. Ну а что, давай. А как вы хотите это поверить? Нет, давайте это... Не отходите от формы. А интервью на камеру это интересно. Я вам тогда потом продемонстрирую, после. Ну то есть я считаю, что просто эта подготовка, она развивает у тебя насмотренность банально. То есть ты пока готовишься, ты видишь много похожих задачек и научаешься различать, где тебе нужно норд-сорт, где тебе нужно квик-сорт. Не знаю, где тебе нужна вообще... Постояние двух отсортированных списков – это линейная сложность. Вся идея там вот в этом. Тебе нужно просто на куски разбить их, отдельно посортировать, потом слить все вместе. Вы не понимаете трюк. Вы интересуетесь собеседованием, поэтому вы это заучили. Вы с этим часто сталкивались. Также я, например, интересуюсь компьютерной лингвистикой. И меня очень интересует, как язык программирования устроен на уровне движущихся частей. Я могу на память сказать процесс эволюэйта экспрессиона, как из него строится аст, что такое LVL, что такое RVL, что такое скрытое LVL и так далее. Но я это годы специально изучаю. И оно у меня есть в оперативной памяти. Мне это очень интересно. Я постоянно этим интересуюсь. Конечно, я бы вас спросил не Merge Sort. Я бы вас спросил то, что вам в школе обучали на протяжении 8 лет, 10 лет, каждый день. И что вы помнили просто вот намертво. Но последние 20 лет не использовали. Я бы вас спросил корни квадратного уравнения. Вы бы не смогли бы их назвать. Sad, but true. Так работает наш мозг. Use it or lose it. Ну, я тут согласна с тобой полностью, да. Дискриминанту я еще помню? B квадрат минус 4. Нет, уже не помню. Там минус 4 АС. А вот корни уже все. Но тут же речь идет про то, что есть как бы человек какой-то, и он выбирает, допустим, идти работать в Google. И предполагается, что там он будет работать. Это, конечно, большой вопрос. Но предполагается, что на позиции, где это действительно нужно каждый день. И если человек до этого, то есть если он просто тупо зазубрил, можно там выучить, не знаю, какой-нибудь квиксорт. Собственно, когда у меня в университете не было хорошего курса алгоритмов и там квиксорт, я могла его там зазубрить и прийти на экзамене сдать. Он тут же забывался там на следующий день буквально. Но когда ты действительно годами решаешь такие вот задачки алгоритмические, ну или учишься, вот, как Ася сказала, искать вот эти алгоритмические задачки в обычных задачах, то ты как бы помнишь, потому что ты постоянно этим пользуешься. Только вот нужно ли это в прикладном программировании? Ты сказала сама, что тебе за четыре года в Яндексе появится. Не, не, как бы моя позиция в том, что если ты идешь даже в Google, но на позицию, где это не нужно, то это не нужно. И как бы... Но Google спрашивает это у всех. Ну вот... А я здесь у меня другой совершенно поинт. Ну вот я, да, это я согласен здесь, Гриша, что здесь скорее работает как заучивание к экзамену, да. Здесь еще есть другая позиция, другой вот полезный элемент, что у нас, правда, сейчас технологии меняются с такой скоростью, что приходя в новый проект, тебя совершенно не имеет смысла отсекать, потому что ты не знаешь, там, никогда не писал еще пока что на Котлине, потому что твоя предыдущая работа не подразумевала таких скиллов и там докером не пользовался. Но если ты умеешь думать, если ты умеешь видеть эти закономерности, можно предположить, что, наверное, с тобой будет проще работать, ты быстрее обучишься новым инструментам, нежели искать человека, который сможет не ошибиться в алгоритме. Здесь, кстати, очень интересно. Мы с братом как раз на днях обсуждали эту тему, и моя позиция была такая, что человек, не знающий алгоритмы, и пишет медленный код. На что он мне дал мысль, что на самом деле человек, не знающий алгоритмы и не привыкший думать в этом ключе, часто пишет банальный неправильный код. То есть умение писать алгоритмы тренирует тебя еще и хорошо, например, тестировать свой код и находить узкие места. И вот это проверять на собеседованиях в больших компаниях каким-то образом надо. Тоже очень интересный вопрос. Смотри, свое мнение я уже много лет говорю, что профилировщик лучший друг программиста, что нельзя говорить медленный или быстрый код. Нужно иметь цифры, и нужно код профилировать относительно этих цифр. Вот эти вот, пойдемте без эпитетов, люди, которые приходят и говорят, напишите мне максимально эффективный код, вот настолько эффективный, настолько возможный на этом стеке технологий. А мы уж за ценой не постоим, и даже если его разработка займет несколько лет, зато он будет эффективный. Это люди, которых в детстве покусала эффективность. У них в схемах внимания, личности, динамики, внимания, есть ценность, что быстро это хорошо. Ведь быстрая машина – это лучше, чем медленная машина. Быстро прийти домой – это лучше, чем медленно прийти домой. Это то, что называется интуитивное мышление, то, как работает наш мозг by default, если не пытаться его как-то хитро обмануть. И быстрый код, понимаете, проблема-то в чем? Это не всегда ценность. Если вы написали очень-очень-очень медленный, плохой, тупой код, и все равно наша одна нода обрабатывает тысячу запросов в секунду на 10% КПУ, а нам больше и не надо, зато этот код всего несколько строчек, и он читаемый, то, внимание, вопрос, а зачем этому коду быть быстрый? С какой целью? Чтобы просто порадовать человека, которого в детстве покусала экономия, но этот же человек говорит, что еду надо обязательно доедать, и если ты вот батончик хлеба купил, доешь, пожалуйста, батончик хлеба. Нет. Ну, то есть я очень уважительно отношусь к людям, которые пережили блокаду Сталинграда, но нет, я не буду доедать батон хлеба просто потому, потому что я его купил, я вот маленький кусочек съем, а больше мне не надо, и я толстый. Я выкину остальное, они будут страдать. Разрешить немножко наши противоречия. Мне кажется, что есть программисты производят иногда продукты, а иногда они производят системы. Вот программисты, которые производят продукты, там ценность, она не измеряется действительно там скоростью кода или оптимизма. Да, и 5 дистанционных. Да, ну, как бы, ну, действительно, я просто как нанимающий менеджер, вот у меня приходит человек, он там умеет круто писать алгоритмы на C++, у него там хорошо работают мозги, но он не знает, что существует еще 100-500 языков и фреймворков, и он любую задачу будет решать на C++ и оптимально. Нет, он, возможно, даже быстро напишет этот алгоритм, потому что он умеет. Но я на рынке потом не найду разработчиков на C++, которые будут поддерживать этот его кусок кода. А еще он облажается в каком-нибудь корнер-кейсе, и потом это все выкинуть придется. Ну, как бы, да, грубо говоря, выяснится потом, что существовал фреймворк, который делает то же самое, да, в каких-то корнер-кейсах он тормозит и работает медленнее, чем вот этот вот алгоритм на C++, но зато я найму там, не знаю, пять джуниоров, и они там за два года вырастут в Медлов, и у меня будет суперкоманда, которая будет наносить вот эту вот продуктовую ценность. Но в ситуации, когда я пишу систему, типа базу данных, вот там на самом деле очень тяжело объяснить, вот мы там, не знаю, какой-нибудь новый тип индекса имплементировали в этой базе или там новый вид репликации. Ну, хорошо, вид репликации еще, ну ладно, это может плохие примеры, там может быть очень какая-нибудь маленькая деталь, которую вот ты не придумаешь даже, как маркетинговую завернуть. То есть она с точки зрения продукт-менеджера, наверное, не имеет никакой ценности. Но если у тебя нету в проекте людей, которые умеют писать вот такие маленькие штуки оптимально, то твоя база просто пойдет через какое-то время. А вы думаете, почему я вначале спрашивал, про какой код вы говорим, вы думаете, почему Олег Бортунов, автор постгресса, постоянно по Москве бегает? Это он за плюсовиками бегает, которые усилят по команду из более чем 100 плюсовиков, которые этот постгресс пилят. Естественно, есть какие-то узкоспециализированные прикладные области, вот системс, программинг, где, когда ты пишешь ядро, у тебя к этому ядру есть какие-то требования по памяти, по производительности, по надежности, по поддерживаемости, по гибкости, но это уже другие. Есть другие вопросы, например, когда мы пишем бухгалтерский софт, нашей областью специализации становится бухгалтерский учет. Когда мы пишем софт для биомеда, нашей областью специализации становится медицина. Когда мы пишем софт для защиты данных, нашей областью специализации становится криптография. Естественно, есть маленький кусочек системного программирования, который требует знания, как работает железо, как писать алгоритмы, которые эффективно используют железо, память, выполняются быстро и все вот это. А если к тебе вопрос, как ты думаешь, вот как вообще оценить в пропорциях, вот сколько программистов, которые пишут, например, гидрон линукса, относительно программистов, которые пишут общеприкладной софт, веб-сайты, мобильные приложения, софт, который решает бизнес-задачи по интерфейсам и перекладыванием данных из одной коробочки в другую? Не, ну там совершенно понятно, что их сильно меньше одного процента. Вот прям никаких вопросов в этом у меня нет. Но ты говоришь бухгалтерский софт, и я так сразу думаю, блин, вот сидят бухгалтера, нажимают на кнопочку и потом страдают, потому что у них это говно, извините меня, грузится, черт знает сколько. А знаешь, почему оно грузится? Потому что профилировщик забыли. грузится совершенно не потому, что там алгоритм неэффективен, он может быть максимально эффективным, только из-за того, что разработчик не знал, как там устроено, например, 1С, этот алгоритм вызывался миллиард раз. Ну, так получилось, там, инверсия зависимости, там, один модуль и, соответственно, инжектил эти зависимости в другой модуль каждый раз и так далее. Если бы он запустил профилировщик, и он бы видел, что его запечательный код вызывается миллиард раз, он бы удивился, пошел бы в доки, в докам было бы написано, что ты вылочится каждый раз, он бы сказал, ага, и просто бы на строчку выше вызов перенес, и оно бы не устало бы выполняться 2 секунды, как и должно было. Слушай, а почему люди не задумываются о том, что этот профилировщик надо, черт возьми, заиспользовать? А потому, что вместо того, чтобы учить их софтвер Крафтсманшифт, как писать читаемый код, как рассказывать кодом историю, как давать имена идентификаторам, как пользоваться гитом, как настраивать себе сяечку и включать профилировщик, их зачем-то учат, как балансировать бинарное дерево, и вот какой там осложенный алгоритм ты говорила, который... Карасика? Я это название вот только что, правда, первый раз услышал от Златы. Последний алгоритм, который реализовывал пару лет назад, когда я делал ботик, ему нужно было по карте ходить, вот, и там было миллион путей, да, и чтобы он, соответственно, не ходил, у меня цикличный, пошел по Википедии, открыл там алгоритм поиска пути. Мне сказали, вот алгоритм поиска путей, тебе надо вот такой реализовать, я написал эти 50 строчек на Джаваскрипте, написал несколько тестов, нашел бак, починил бак, и в результате у меня бот находил путь, он, правда, находил самый короткий путь, но мне это не надо было, мне надо было, чтобы он просто циклично, вечно по карте не ходил, чтобы он какой-то путь находил. Ну вот смотри, про Карасика, на самом деле, у нас вот задачи из жизни, хотя мы, в общем, далеки от того, чем, допустим, в Яндексе мы приходилось заниматься, вот у нас задача, допустим, у нас есть профилировщик видеокарточки, и он там выплевывает текстовый аутпут, это не человека читаемый текст, его нужно как-то парсить, там, ну, по сути, какие-то метрики, вот, и там огромный текстовый файл, из него нужно, тебе нужно искать под строки в нем, там, специальным образом. Вот питон, ах, Карасик, и, пожалуйста, вот тебе пишут. То есть, вы попробовали регэкспами, у вас не смогло, и профилировщик сказал, что движок регэкспов не смог, и вы пошли к Карасику. Переписали на C++. Вы переписали на C++. Тоже, кстати, не самое такое решение. Ну, то есть, да, сначала мы пытались ах, Карасиком на питоне, а потом... Подожди, а вы регэкспами-то вначале попробовали? Не-не, регэкспами, там на питоне вообще не канала, а вот в C++. Это вы думаете, что не канала, или вы пробовали? В C++ и регэкспами оно это самое. Сработало, да? Ну, движок один и тот же, поэтому моя ставка на то, что вы неправильно в Python воспользовались регэкспами, но не будем о грустном. но как бы из-за того, что мы там подключили в C++, в целом вот эта система, в ней появился C++-ный костылик. То есть, я бы, конечно, была за Ах Карасик, на самом деле, но скорость работы в Python и C++... Движок регэкспов в Python написан на C++, поэтому используя регэкспов в Python, и вы делаете ровно то же самое, что и у вас плюсовый код. Но не будем о грустном. Да, тут, наверное, знаешь, питон разработчиков, которые у нас в проекте... Тебе просто нравятся алгоритмы и структура данных, так же, как и тебе. Не, 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 я же менеджер, я как бы не реализовывал эту задачу, ее реализовывал там Python-инженер, но вот Python-инженер, он как бы открыл, значит, эту документацию, ага, Ахакарасик, применяем. А он попытался поискать там библиотеки, в которых он уже реализован? Ну, то есть, все эти классические алгоритмы, это готовые библиотеки, то есть, естественно, там некоторые не смогли, не смогли, поэтому, ну, как бы, все зависит от случая, нужно... Ну, как минимум, в описаниях вакансий обычная информация какая-то есть, а если этого нет в описании вакансий, то, в принципе, найти информацию в интернете тоже довольно-таки легко. Я помню, на Хабре даже была целая статья на тему того, какие задачи там бывают в Яндексе и так далее, причем это именно с официального аккаунта, то есть, прям-таки, Яндекс... Ну, извините, что мы тут... Ну, так глубоко углубились в Яндекс, но Яндекс прям давал, кстати, такой знак, типа, хотите к нам, вот, учитесь. У меня вот на эту тему я как бы все никак не могу закруглиться. Тут просто аргумент о том, что, ну вот, в Яндексе же куча задач, где не нужны алгоритмы, зачем их у всех спрашивают. Ответ как бы не в том, что там... Дело в том, что знание алгоритмов — это признак человека с определенной культурой. Это, как правило, человек, получивший там определенное образование, с определенным там уровнем мотивации, и, грубо говоря, Яндекс таким образом производит неявный культурный отсек. Ну, то же самое, что ты говорил про Google. Вот. И как бы, да, и дело тут даже не в мотивации, а, может быть, просто на нашем там постсоветском пространстве людей, которые знают алгоритмы, они вот приходят из определенных там вузов, из определенных там работ, и Яндексу нужны именно такие люди, потому что им там в Яндексе друг с другом весело и хорошо, и эффективно работает, и нормальный справедливый подход. Поэтому говорить там о том, что о, Яндекс, вот они неправы, им там нужны питон-разработчики, они спрашивают алгоритмы, зачем же так, давайте лучше про Джанго задавать вопросы, или там про СинКО, он, ну, как бы не работает этот аргумент, и все. Потому что причина... Смиритесь с этим. Причина, да, спрашивания алгоритмов, она не в том, чтобы технический звонок не будет. Когда у тебя хороших разработчиков на каждую вакансию откликается в 10 раз больше, чем тебе нужно, то ты можешь ставить совершенно любой фильтр, хочешь по алгоритмам, хочешь по английскому, хочешь по тому, хипстер, не хипстер, вообще любой. Но тебе надо как-то фильтровать огромный поток 10x того, что тебе надо. Это очень редкая ситуация, рассчитывать на которую, ну, такое себе. Если мы обычная компания, обычный стартап, который просто решает бизнес-задачи или пишет код, который не ядро Linux, то алгоритмы у нас вот сбоку, они вроде как есть, но пятым приоритетом, если они шестым. Ася. Собственно, я тут как-то не видела точки, по которой мы сильно бы расходились с Гришей. Вот у него тут совершенно очаровательные глаза, которые на меня смотрят, не могу ничего сказать против. Я остаюсь при своем, что знание алгоритмов как-то оказывается полезным, при этом я расширяю это понимание, наверное, до навыка их написать, в плане того, что мы можем даже описать конкретному претенденту, что он должен сделать. То есть мы можем ему рассказать, как работает условный мердж-сорт. И вот если он в состоянии как раз написать хороший код с понятными именами переменных, с понятной сложностью, с понятным алгоритмом, в котором сложно ошибиться, это наш кандидат. Собственно, примерно такое ждем, хотим и верим. При этом профилировщик ему закрывать не будем ни в коем случае. Верим, ждем, надеемся. Да. Ну что ж, большое спасибо, друзья. Спасибо, что смотрели и слушали. Все это проходило в офисе компании SkyM при поддержке курсов Learn Python и конференции MoscowPython.com. Ссылочки на них в описании. С вами сегодня были Григорий Петров, евангелист MoscowPython, деврел-компания Evron, Злата Абуховская, евангелист MoscowPython, TeamGrid NVIDIA, меня зовут Латин Домброский, сооснователь DryLabs и MoscowPython. Наш гость Ася Воронцова, разработчик в Яндекс.Диске, куратор курсов Learn Python. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python. Субтитры создавал DimaTorzok